Всем привет, ребят! Вы на канале Стивен Геймс, и сегодня я буду играть в хоррор игру Liars of Fear. Мне её подогнали, и я, конечно же, решил записать по ней ролик. В последнее время меня затянули хорроры, скажем так, и я, конечно же, в них сам тянулся. И дабы передать атмосферу, я, конечно же, играю в час 31, потому что хорроры нужно играть только ночью. Я полностью вывел музыку. Я надеюсь, вы меня слышите, потому что я ничего не тестировал, но да ладно. И, конечно же, играю в полной темноте. У меня работают только экраны, ну и лампа, чтобы вы видели мои этакие эмоции. Я надеюсь, вебка будет меня фокусировать. Хромаке, к сожалению, вырезать в такой атмосфере не получится, но так даже круче, я уверен. У меня зависла по какой-то причине табличка NVIDIA, но не обращайте внимания, я надеюсь, она сейчас исчезнет. Ну, по крайней мере, должна исчезнуть. Я пытался запиливать этот ролик уже не один десяток раз, мне кажется. Нет, на самом деле, настройки были достаточно сложные, и поэтому я поиграл первые 15 минут. Мне пришлось это сделать, признаюсь сразу, но атмосферу передать постараюсь. Что ж, погнали. Я знаю, каким ты себя ощущаешь, потерянным, одиноким, безнадежным. Вероятно, ты это заслужил, но даже у тебя еще есть шанс. Шанс вернуть все, как было. В общем, ребят, такие вот дела. В целом, табличка по какой-то причине NVIDIA не исчезает, и я не знаю, почему. Я надеюсь, хотя бы сейчас я с этим разберусь, потому что, в принципе, игра работает просто офигенно круто. Но табличка, пожалуйста, исчезни. Все, я разобрался с данной проблемой, можем продолжать. В общем, как вы видите, я на данный момент нахожусь в доме, мой геймпад потиху разряжается, но, если что, батарейки есть. Батарейки есть. Поэтому проблем особых не будет. Насколько я понял, по сюжетной линии я играю за художника, вроде бы как художника, и в целом я должен закончить картину. И это самое главное, мне кажется. Здесь у нас ничего нет, хотя, смотрите-ка, какая-то железная непонятная штуковина. Похоже, чем-то на ошейник для собаки, хотя это, малая вероятность, на ошейник для собаки. Еще на корзинку для велосипеда, но не суть, это не главное, мне кажется. Так, давайте-ка попробуем. Стоп, а как открывать дверь? А, вот, можно открыть дверь. Ага. А, интересно, эту дверь я открыть? Нет, не могу. Эту дверь я, к сожалению, открыть не могу. Обратно уйти никак не получится. Так, давайте посмотрим на письмо. Уважаемый господин, просим вас прекратить одолевать наших специалистов по борьбе с вредителями, а также не отправлять нам больше своих бессмысленных писем. Да будет вам известно, что моя мать порядочная женщина и не потерпит подобных обвинений. Все наши сотрудники, побывавшие в вашем доме, констатировали, что не слышали никакого шуршания, не обнаружили заражения. Единственное, что вам требуется, профилактическая обработка. Прошу вас, примите к сведению, что это письмо последнее предупреждение, в противном случае следующее полученное письмо будет от наших адвокатов. С наилучшими пожеланиями, Карл Дентон. Компания усмирения надоедливых вредителей. Как-то стрёмненько немного, но... Да ладно, хорошо. Крузки завелись, у кого не бывает. Мне кажется, у каждого, поэтому всё хорошо. Насколько я понимаю, в этой игре можно открывать всё, что угодно, поэтому давайте это делать и читать. Как же мне нравится это. Триумф художника. Открытие галереи изумляет критиков. Одни зовут его новым Караваджо, другие сравнивают с Иван Эйком. Один восторженный критик, пожелавший остаться неизвестным, зашёл так далеко, что воззвал к духу великого Леонарда. Как бы там ни было, выставка имела огромный успех. Особый стиль получил высокую оценку за своё уникальное сочетание влияния Ренессанса с более современными техниками. Сам художник присутствовал на мероприятии в компании красотки-невесты. В своём чёрном платье она выглядела потрясающе. Лично рассказала нам, что пара действительно ждёт. Интересно, что она ждёт. И, насколько я понимаю, это о нашем главном герое написано. Так, со свечами ничего нельзя сделать. Открываем этот шкаф. И тут у нас фотография. Гейб Ньюэлл и какой-то неизвестный товарищ. На фоне картины. Окей. Ладно. В принципе, ничего нового. Давайте закрывать. Скорее всего, с Эдбуном, как всегда, здоровается. Тарелки. Тарелки. Как много тарелок. Это круто. Самое интересное, я сразу же хочу отметить, что также в этой игре очень много муфла. Так, что у нас здесь написано, в принципе, непонятно. Но, как я полагаю, это ошейник. Маловероятно, что ошейник и намордник он использует на своих детях. Поэтому, скорее всего, в доме есть животные. Всё нормально. Так. Давайте откроем дверь. Отлично. Здесь, вроде бы, пусто. Ничего такого нет. Обычная кухня, как у простых и обычных людей, насколько я полагаю. Это поварь. Паприка. Люблю я чьи-то с паприкой. Классные чипсы. Также куча яблок. Кукуруза. Чеснок. В принципе, неплохо. Неплохо. Мне нравится. Мне нравится. Ну и, в целом, здесь, вроде бы, ничего нет. Хотя нет, смотрите. Есть записка. Краска. Золотисто-розовая. Жанамбура. Охра. Что? Кисти 25 штук. Освежители воздуха. 50 упаковок. Яблоки 10 килограмм. Выпивка 30 штук. Наш герой нехило так бухает. Я могу отметить. А так как мы должны узнать нашего героя как можно лучше в данной серии, то мы можем увидеть в этом человеке гения искусства. Алкаша. И либо где-то ненавистника, либо я даже не знаю. Просто в начале, в начале, в самом начале я приметил одну картину, где находятся два ребенка. Скорее всего, наш главный герой и его не совсем живая жена. Но в целом, это не самое страшное. Самое страшное вот здесь. Ребенок с голой задницей. О чем-то. Но все-таки это говорит. Что ж, давайте пройдем дальше, ребят, и посмотрим, что у нас здесь. Записка. Сэр, я не заходила в мастерскую, как вы и просили. Хотя представляю, какой там беспорядок. К тому же, раз вы так сильно переживаете за эту комнату, не стоит забрасывать ключи по всему дому. Я отнесла их к вам в кабинет. Разбрасывать? Ну, в целом, забрасывать, разбрасывать. Хорошего дня. Главное, что ты дверь мою помыла, женщина. Спасибо тебе за это большое. Так, ну вниз я спускаться пока что не буду. Давайте посмотрим уборную. В принципе, ей хотелось, видимо, убраться только в одном месте, потому что, например, уборную убирать не стоит. Зачем? Давайте прикроем воду, чтобы она не шумела. Также ненавижу, когда унитазы открыты. Отлично, закрываем их. Теперь хотя бы я немного спокоен. Так, здесь у нас ничего. А здесь у нас есть какая-то коробка. Ага. А трава для крыс. Неплохо, неплохо. Где бы ее еще подержать, как не здесь? Дабы кто-нибудь ей траванулся. Компания протеза Ахиллеса. Один протез голени. Как можно было ошибиться с длиной? Я думаю, он писал это не о голени, но... Да ладно. Мы вникать в эту историю не будем, потому что все-таки это дела самого художника. Наше дело это, конечно же, подняться наверх и, наконец-таки, забрать тот самый ключ. Что ж... Как мы видим, здесь какая-то девочка. Так как я художник, я хочу посмотреть на картины и ноты. Здесь какие-то ноты. Кстати, я подобрал ноты, и пианину сразу же затихло. Давайте сыграем сами на нем. Неплохая мелодия. Мне понравилось. Что ж, идем дальше. Тут у нас еще одна записка, и... Работал всю ночь. Не будить. Давайте разбудим этого. Хотя это, скорее всего, моя спальня, поэтому... Как раз-таки я об этом и написал. Будить мы никого не будем. Одежда такая себе. Всегда какие-то обрывки газеты. Я не понимаю, зачем они. Да ладно. Я думаю, не суть. И бюст какой-то женщины. К сожалению, музыка затихла. Но ничего страшного. Так, у нас здесь есть трость. Обычная трость. Ничего интересного. Так. И записка. Прости. Не смог заснуть. Нога снова расшалилась. Думал немного поработать. Я тебя люблю. Написал кто-то. Видимо, наш главный герой. Хотя, всякое может быть. Что у нас здесь. Пожар во время торжественного открытия галактики. Кошмарные последствия пожара в универмаге. Десятки людей борются за жизнь. Долгожданное открытие универмага галактика превратилось в адское пекло, когда в здании загорелась проводка. Последовавшая за этим паника заставила многих посетителей собраться у пожарных выходов, которые в итоге превратились в настоящие тупики. К концу дня катастрофическое несоблюдение мер безопасности унесло жизни 37 человек. 243 ранено. В данный момент полиция ищет ответственного за это несчастье. Владелец галактики Рональд Шевельт отказывается комментировать произошедшее. Что-то мне эта история напоминает. Но, пожалуй, на эту тему я говорить не буду. Смотрите-ка. Кольцо. Какое-то кольцо. Хорошо, закрываем. Что ж, в целом здесь вроде бы больше ничего такого интересного нет. Ну, конечно же, бухло. Я заказал 30 бутылок, естественно. Эти бутылки будут везде. Обувь. Которую, к сожалению, нельзя сменить. И некая одежда. Не суть. Не суть. Уборщица даже решила на втором этаже не убирать. Видимо, она решила той самой запиской, которая повесила мне на двери, отделаться от меня. Поэтому, в целом, мне кажется, то, что здесь некая кровь, это нормально. Для нашего героя, в принципе, это в порядке вещей. Он даже не обратил особо на это внимание. Что ж, давайте пройдем дальше. Мяч. Мяч. Неплохо. Возьмем все больше и больше интересных, на мой взгляд, интересных вещей. Ну и что ж. Давайте зайдем в кабинет и возьмем, наконец-таки, ключ. Неплохо. Как вы видите, это, насколько я полагаю, наша картина. Кот в мундире. Неплохо смотрится. Неплохо смотрится. Ну и что ж. Здесь у нас пусто. А здесь у нас, смотрите-ка, письмо. Мой дорогой друг, позволь задать тебе всего один вопрос. Ты окончательно тронулся умом. Я знаю, у тебя сейчас нелегкие времена. Собственно, именно поэтому я и попросил тебя нарисовать эти иллюстрации по старой памяти. Так сказать, само задание было таким простым. Я-то считал, что уж красную шапочку ты сможешь нарисовать даже во сне. Я и подумать не мог, что детская сказка в твоем исполнении превратится в безумный кошмар. Я не собираюсь это публиковать и уже жалею, что мы заранее договорились об оплате. Возьми себя, наконец, в руки. Твой старый приятель Лиам Брикстон, издательство Шопот Сказки. В целом, вы скажете какое-то странное достаточно письмо. Я, в принципе, об этом тоже подумал. И вы посмотрите на иллюстрации. Я не знаю, по какой причине наш дорогой друг Шемель, или как его там звали, он разгвинивался на нас. Все-таки, это всего лишь волк и красная шапочка. Далее, опять же, волк и красная шапочка. Все как по канонам сказки. Далее, волк скушил бабушку. В целом, вроде бы как, все на свои места. Далее, приходит красная шапочка и спрашивает. Э, волк, ты съел мою бабку? Ну и чтобы волк замел как-то улики, его не пристрелили охотники, ему пришлось сожрать красную шапочку. И все-таки никто теперь не узнает об убийстве. Поэтому, в целом, изобразил наш художник все правильно. Что ж, забираем ключ и можем выдвигаться дальше. Следующий этап, это, скорее всего, как раз-таки та самая злосчастная комната, которую, к сожалению, не убрали. True story. The pictures of Dorian Gray. True story. Это значит правдивая история картин Дориана Грея. В принципе, книжка как книжка. Что-то в ней такого интересного, ну, не знаю, я не увидел. Поэтому двигаемся на низ. Точнее, вниз. Что ж, здесь, кстати, у нашего героя изображены своего рода мемы. Мемы, они такие, да, они есть всегда и везде, поэтому для нас это достаточно интересно. Что ж, открываем дверь. Вот мы и попали в эту самую злополучную комнату. Здесь у нас и черепа, и бухло с яблоками. В целом, ну, герой наш, что сказать. Здесь еще 30 бутылок и еще 30. Мне кажется, он заказал в разы больше. Я даже уверен, что он заказал в разы больше. Потерянным ты это заслужил. Закончи ее. Закончить что и для чего? Ну, давайте посмотрим. Картина. Вроде бы должно быть страшно, но на деле ничего-то страшного нету. Как бы, блин. Тут даже нету как таковых писем. Или, я не знаю, загадок. Хотя, смотрите. Здесь написано. В этот раз сделай все как надо. Что ж, давайте в этот раз сделаем все как надо. Хорошо, заходим. Отлично. Ребят, сразу говорю. Я вам сказал, что я проходил буквально первые минут 20. Не больше. О-о. У меня геймпад, ребят, садится. Я надеюсь, что все так быстро вне, 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 вне досягаемости написано у нас здесь. Наверное, нам нужно будет забраться через окно. Нет, к сожалению, это не так. Что ж. В этой комнате нет ничего интересного. Вроде бы. Хотя, давайте проверим полки. Нет, как вы видите, здесь, в принципе, просто книги. Поэтому мы можем выходить и идти дальше. Так, что у нас здесь? Здесь у нас тоже просто книги. Свет мы можем отключить. И здесь надпись. Ходишь по кругу. И какая-то странная круговая, возможно, даже немного картина. Так, заходим сюда. И двери сами по себе закрываются. Вот этого и не хватало Outlast. Как раз таки самозакрытие дверей. Но все же. Что ж. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас пусто. Далее мы отодвигаем этот ящик. Здесь у нас ничего нету. Здесь у нас есть какое-то приглашение. Понятно. Я думал, это записка, но это приглашение. Имею честь пригласить вас отпраздновать их свадьбу в субботу, 9 июня, в часовне Святого Луки, в 2 часа дня. Я думаю, что это нашу свадьбу, скорее всего, мы будем отмечать. Потому что в целом мы уже увидели кольцо, увидели приглашение. И говорилось в обрывке газете о какой-то невесте. О какой невесте? Понятия пока что я не умею. Не умею, блин. Не имею. Это у нас бюст Гитлера. Здесь бюст... Не знаю кого. В принципе, это и не важно. Воу, как страшно. 4, 8, 5. Давайте подойдем к сундуку и введем четверку, восьмерку и пятерку. Что ж, замок открыт. Здесь у нас надпись. Приглядись. Да, это кольцо мы уже встречали на втором этаже. Оно лежало, получается, у нас вроде бы как в сундуке, и мы его уже видели. Одна только мысль, что на самом прекрасном произведении искусства нет моей фамилии. Убивает меня. Так ты выйдешь за меня? Не знаю, мужик, выйду ли я за тебя, но колечко убойное, поэтому что ж. Закрываем сундук. И, как вы видите, здесь у нас появилась новая дверь. И написано, never forget, никогда, я понятия не имею, что означает, но прочесть почему-то эту надпись. Никогда не забывай, никогда не забывай, хорошо. Проходим дальше. Здесь у нас нет ничего интересного. И тут новая комната. Полокорпуста. Находится какой-то странный глобус. Интересно. Домино. Кстати, домино, по-моему, в одной из полок я встречал. Хотя не помню точно в какой и где. Но я думаю, это не столь важно. Какой-то ребенок. И мы провалились в погреб. Мы снова вернулись туда, откуда прибыли. Насколько я полагаю. Хотя, возможно, могу ошибаться. Бабка с перевязанной головой. По-моему. Хотя, давайте включим свет, посмотрим. Окей, я понял. Идем дальше. Видимо, именно это и происходило с той самой бабкой, когда она после писки пришла домой. Но не суть. Открывается следующая дверь. И здесь мы видим олени с ребенком. Это нам должно о чем-то сказать. Но о чем, ребят? Честно говоря, я сам не знаю. Здесь я вижу бюст снова. Гитлеровский, видимо. И это та же самая комната. Мы вернулись в ту же самую комнату. Это достаточно странно. Но все-таки давайте выходить отсюда. Двигаемся дальше. Очень много картин. Воу. Пэйн. Живопись. Глубочайшая ложь. Повернись. Слегка налево. Да, вот так. А теперь замри на мгновение. Я хочу правильно передать прекрасные формы твоего тела. Я не прошел этот раунд. Я не прошел этот раунд. Либо что-то типа того написано. Но суть не в этом. Суть не в этом. Давайте пройдем дальше. И посмотрим, что же здесь нас ожидает. Ребят. Ребят, заговариваюсь я по той причине, что все-таки уже ночь. Глубокая ночь. Вы сами понимаете. Поэтому атмосферу игры лучше всего передавать утром. Но утром играть в хорроры это очень странная вещь. Кто вообще играет утром в хорроры? Эм, стоп. Здесь кто-то был или мне показалось? Кстати, смотрите. Это не тот ли самый ящик, с которого мы достали кольцо? Хотя нет. На этот ящик не похоже. Нихрена себе, какой здесь здоровенный пюст. Но испорчен. Чьи-то труселя лежат. Видимо, грязные панталоны чьи-то. Давайте уходить отсюда. Так, и следующая дверь. Видимо, это плачет наша жена. Непонятно почему, но я надеюсь, нам это объяснят. Привет. Нам пора поговорить. Тебе так не кажется? То есть, я так много раз видела тебя в своем доме, но никогда не решалась так вот взять эти подоицы. До сих пор. Это чья-то расческа? Ладно. Видимо, это очень круто и забавно, но все-таки... Эта дверь заперта. Здесь мы снова видим картину с двумя детьми и мужиком, который бухает перед трупом жены. И голову и задницу ребенка. В принципе, ничего не поменялось. И здесь снова погреб. Паприка. Моя любимая паприка. Хорошо. Я думаю, здесь ничего интересного не будет. Потому что к этому моменту я уже выключил игру и забил на нее. Но, видать, да. В этом погребе, как я полагаю, ничего нет. Кроме снова же бутылок, которые покупал наш главный герой. Для того, чтобы просто-напросто побухать. Побухать. Так. Здесь те самые лужи, которые были в ванне. Как я полагаю. И мы оказались на кухне. Мы оказались на кухне. Я думаю, что здесь ничего не будет такого уж ценного. Поэтому, в принципе... Да, мы здесь все рассматривали. Записок здесь никаких нет. Ага. Дверь закрыта. Ну ладно, давайте зайдем в эту дверь. И эта дверь закрыта. Что? Кто-то ломится мне. Стоп. Ножа не было. Откуда нож прилетел? Ну вот это уже немножечко страшно. Хотя, знаете, в целом, картина с фруктами. Главное, чтобы была картошка. Главное, чтобы была картошка, ребят. Ой, нет, нет, картошки. Мне так страшно. Хотя нет, вот она, вот она, картошечка. Фу, все хорошо. Все нормально. Все отлично. Сначала искал холст. Необычный холст. Не только ни канвас. Я должен был найти нож. Не тот, которым режут хлеб. Нужен был острый, как бритва. Так что я, в конце концов, взял бритву, а потом осторожно срезал кожу. Выпивка помогла унять дрожь в руке. Эм. Хорошо. А зачем он резал себе кожу? Как бы, ладно. Так, эта дверь горит, значит, нам, скорее всего, сюда. И вот он, наш холст. Угу. Снова. Какая-то книга. Здесь фотография нашей дочери, как она, скорее всего, играет на пианино. На том самом пианино, на котором играл я. И мой геймпад разрядился. Ребят, а это говорит о том, что следующую серию я уже продолжу в следующий раз. Всем большое спасибо, ребят, за просмотр. Я надеюсь, вам понравилась данная игруха. Это только начало, поэтому нет чего-то такого, знаете, прям вау, крутого. Но я думаю, что дальше будет лучше. И поэтому стоит просто немножечко подождать. А я сейчас поменяю батарейки. И мы продолжим играть. Поэтому всем спасибо за просмотр. Точнее, я продолжу, а вы уже в следующий раз это увидите. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok